Так, начинаем лекцию. Добрый день, мои хорошие! Сегодняшняя наша тема называется «Возникновение промышленного дизайна в Америке». План такой – развитие дизайна в Америке и его деятельность. Лекция номер 7. Дизайн в Америке возник позже, чем в Европе, но именно там он получил наиболее широкое распространение, прочно укреплился в экономике и промышленности. Сам термин «индустриальный дизайн» был предложен в США с Джосефом Синеллом в 1919 году, когда профессия дизайнера в этой стране еще не появилась, и когда Америка была еще дизайнерской провинцией. США в то время имели самую передовую индустрию, но еще не имели индустриальной культуры. В техническом отношении Америка была далеко впереди Европы, но одно дело – индустрия, а другое – индустриальная культура. Непосредственно из самой техники она не вырастает. Время, когда Америка вывезла дизайн из Европы, может быть указано достаточно точно. Это 1925 год. Знаменитая международная выставка современного декоративного и промышленного искусства в Париже, которая подвела первые итоги эстетики функционализма, в послевоенной Европе. На парижской выставке можно было увидеть специальный павильон Ле Карбузье с функциональной мебелью, использованием им совместно, значит, Шарлоттой Ферриан. Проекты автомобилей, павильон Баухауза, содержащий работы Гроппюса и его учеников. На выставке также находился павильон Советского Союза, сооруженный по проекту архитектора Мельникова, в котором были представлены интерьеры мебели, а также другие проекты дизайнера Родченко. Американцы не принимали участия на этой выставке. Бизнеснины США прислали своих представителей частным заданием перенять в Европе все, что может для усовершенствования американского коммерческого искусства. Ни Ле Карбузье, ни Гроппиус, ни Мельников, ни Родченко, занимаясь дизайнером, не думали о торговле. Но именно о ней помышляли на Парижской выставке в 1925 году американцы, среди которого был Норман Белл Геддес, который стал пионером американского дизайна. Норман Белл Геддес был по профессии театральным художником, оформлял спектакли, писал декорации, добивался драматических эффектов, используя острые примеры, композиции, сценического реализма и театрального освещения. Норман Белл Геддес стал проектировать вещи, не рассчитывая на их воплощение в промышленности. Может быть, поэтому он и сумел вдохновить пример европейцев, решить одну из труднейших проблем, а именно проблему эстетического освоения новых индустриальных форм. до него, значит, до него, но на этом техническом материале эту задачу уже решали европейские и русские архитекторы и художники. Геддес эстетически освоил обтекаемые формы, те самые, под знаком которых нескольких годами тоже родился дизайн. Он популяризировал их в своей книге «Горизонты». Горизонты, значит, книга «Горизонты» была выпущена в 1932 году с иллюстрациями фантастического изображения, значит, капелевидного автомобиля и автобусов, обтекаемые по поезда, трубы, торпеда, образованного океанского дизайна и огромного летающего крыла с каплевидными поплавками для посадки на воду. Именно Геддес, значит, проектировал обтекаемые корабли, самолеты еще до того, как они были освоены промышленностью. В 1927 году в США возникла первая профессиональная дизайнерская фирма, значит, Дорвина Тига, исключительно энергичному и обладающему практической жилкой художника рекламы. Однако известно, сколько бы времени он оставался одиночкой, если бы не великий кризис 1929 года. Можно сказать, что дни бедствий американской промышленности стали временным рождением американского дизайна. Быстрое развитие и развитие дизайна в США постепенно привели к формированию общества массового потребления. Такие потребительские товары, как автомобили, стиральные машины, холодильники, радиоприемники, бытовые электротовары Уже в 1920-х годах 20-го столетия стали допустимы большинство американцев, благодаря чему значительно ускорялся темп жизни. Однако с приближением кризиса в 30-х годах производители сталкивались с растущимися трудностями при продаже своих товаров. Бизнесмены стали нанимать художников, графиков, а также театральных декоратов для придания своих товарам внешнего вида, который привлекал бы покупателей. Наиболее, наиболее очевидный сбит в этом направлении произошел в 1927 году, когда Генри Форд прекратил выпуск автомобилей своей знаменитой модели «Т», столкнувшись с ненасыщенным рынком и конкуренцией со стороны «Дженерал Моторс». Форд истратил 18 миллионов долларов на переоснащение своих предприятий для выпуска нового автомобиля модели «А», и имеющихся гораздо больше изящую форму, чем форма «Т». Уже примерно с 1927 года дизайнер, работающий в современном манере, занимался стилем оформления промышленных изделий, создавшихся упаковку или украшения витрин, стали играть важную роль в промышленности. В конце 30-х годов промышленный дизайн превратился в США из панацеи времен депрессии в обычную профессию. Среди заказчиков, ведущих дизайнерских фирм, численность таких промышленностей, гиганты, как «Истемен Кодек», «Дженерал Мотерс» и другие. Большинство компаний заключили контакты с независимыми консультантами на разработку определенного продукта. Некоторые же создали у себя постоянные дизайнерские бюро, причем это практически постепенно расширялось. В 1930-м году после закрытия Баухауза в США из Германии эмигрировала группа ведущих архитекторов, дизайнеров и художников. Это были Гропис, Мохой Надь и Мисс Ван де Рои. Вы, наверное, помните этих дизайнеров из школы Баухауза. Я вам рассказывала про Баухауз. И там вот эти вот начали дизайнеры, это ведущие дизайнеры Германии, которые разрабатывали, как я вам рассказывала, они мебель, над мебелью работали, над серверами работали, работали на архитектор, на архитекторской деятельности. Они все уехали куда? В Америку. Дальше. Что можно еще сказать? Значит, большую роль в развитии, значит, в развитии дизайнера в Америке сыграл роль Раймонд Лои. Кто же был такой Раймонд Лои? Мы про него сейчас поговорим. Значит, Раймонд Лои, он считается пионером американского дизайна. Он сыграл большую роль, а какую сейчас мы с вами разберем. Раймонд Лои родился в 1893 году, умер в 1986, родился он во Франции, был художником, самоучкой. В 1910 году окончил Парижский колледж, а в 1918 году инженерный факультет школы Ланна. Свою художественную деятельность он начинал в 20-е годы. Уже в Америке как рисовальщик в журнале мод. В 1929 году Лои открыл свое собственное бюро, одновременно приняв должность заведующего отделом дизайна крупнейшей электротехнической компанией Вестингхаузе Электрик. Бесспорный талант и деловые качества быстро выдвинули его на первый ряд американских дизайнеров. Ранние годы творчества Лои известны достаточно подробно. Он сам описывал в книге «Никогда не оставайтесь на... Никогда не останавливайтесь на достигнутом». Наиболее известный эпизод из его ранней практики история многожительной машины Гестингера, которую сам Лои назвал «Ангелом в виде ротора». А как это все получилось? в его мастерскую забрел как-то английский англичанин Гестерни и попросил улучшить внешний вид присланного им изделия. Роттал работал не хуже остальных, но вид у него был ужастер. Детали и ручки торчали в разные стороны, масло тушь брызгали в разные стороны, а черный цвет металла удручал. В добавлении «С-маховик» деталь писал Лои, он привел внешний вид аппарата в порядок, прежде всего изготовил систему механических кожухов, которые скрыли рабочий механизм, сделал тумбу мебельной типа и ввел светлые цвета. В результате ротор в течение 20 лет не имел, не менял конструкцию и имел конкурентов на английском рынке. Кроме чистой функции, он получил новую ценность, форму, о которой раньше и не думали. Значит, успех открыл Лои. Что он сделал? Он, значит, ротор поменял цвет, форму и сделал более, значит, красивую. Он сделал, что эсетический вид, придал эсетический вид. Что же дальше было? Значит, Славу Лои принес бытовой холодильник фирмы Сеас Рои Бог в 1932 году. Сотрудничество с этой фирмой продолжалось несколько лет и за это время были окончательно отработаны принципы, включая дизайнера в свою систему торговли и рекламе. Рои резко отличался от прототипов, которые значительно воспринимали как не слишком твердное стоящее на ножках шкаф, он стал катализатором для поиска новых форм и современной кухни столовой. Впервые холодильник получил отточенную промышленную форму, был весь покрыт белоснежной эмалью, на фоне которой стояли хроматические детали и ручки. Лои осуществил переделку этого холодильника, которым до сих пор мы пользуемся. Я хочу рассказать про холодильник, потому что холодильник был совсем цвет у него был очень темный, некрасивый, ручка была снизу, а когда он переделал, он сделал сверху. Когда открывался холодильник, то где укладывали продукты внизу, полочки были наверху, и так неудобно было. Лои полностью переделал холодильник, где в нижней части объема появились три емкости коробки, три коробки он сделал, избавился от потребления неизбежной и старый холодильник способа хранить продукты навалом. Эта модель холодильника появилась на рынке в 1936 году. Ее сбыт произошел в самые смелые ожидания. Если в предшествии модели разошлась в количестве 60 тысяч штук холодильников, то разработавшись Лои было куплено 275 тысяч. Значит, успех Рея Бог холодильника в те времена был успехом Лои. Отличительной чертой Лои всегда было своеобразие, инженерная четкость. Он резко занимался чистым стайлингом. Сам Лои любил называть себя хирургом. Делая сложную операцию, иногда внутренних органов, иногда только классическую, но всегда с блеском. Так, чтобы получить заказ, надо было убедить клиента, что он болен, что он будет оперирован по всем правилам. Примером простой классической операции может служить в случае с упаковкой сигарет Лайки Страйк. Лои предложил, лишь не меняя рекламного рисунка, изображенного на лицевой стороне, повторить его на обложке пачки. Казалось бы, пустяк, но эти сигареты до сих до сих пор используются и у нас. Вы, наверное, обращали внимание на пачку сигареты. Значит, если берешь, смотришь, смотришь ее, значит, реклама идет как на передней части, так и на задней части одинаково. Это чье? Это заслуга Райана Лои. Гораздо сложную операцию проделал Лои проектирование автобусов и автомобилей. Он говорил, автомобиль начинается с дверной ручки. и в 1937 году Лои подписал контракт с компанией Greyhound Bus, являющейся основателем автобусного движения в США. Значит, он переделал автобус в серебряные борта. Он поменял цвет автобуса не в черный, а в серый цвет. Что еще можно сказать? На протяжении 30-х годов Лои разработал автомобили для Cadillac, фирма Cadillac, Остин, Форд, Ягуар. В конце 30-х годов Лои активно сотрудничал с фирмой Hub Motor, а после войны студия Becker. Проекты Лои оказали огромное влияние на стиль американских автомобилей вообще. В 1962 году выступая на ежегодной конференции американского общества дизайнер Лои призвал бороться с Сталиковым проектом автомобилей. Предложил основу закона аэродинамики, а также обновлением обновлением автомобилей. Лои во многом способствовал освоению задач и средств дизайна в целом. Уже в 50-60-х годах американская пресса любила повторять, что 75% американцев ежедневно так или иначе сталкивается с предметами техники, в создании которых участвовал Лои. Он был разработчиком жилых отсеков американских космических аппаратов, таких как Аполлон, Скайблер, Шартелл и автором фирменного логотипа Кока-Кола. Кока-Кола и локомотива Пепси Кола. Упаковка сухого вина Кноут. В 1976 году во время празднования 2000-летия образования в США он был включен в число американцев, оказывающие наиболее влияние на ход истории и благоустройства страны. В 1900-м году Лои был включен в журнал Life в список 100 выдающих все деятелей 20-го столетия. Вот я рассказала вам про Раймонда Лои. А сейчас я хочу еще вам одного очень знаменитого дизайнера рассказать Америки. Это Олдор Тик. В 1957 году он разработал модель пассажирского самолета Boeing 707 натуральной величиной, чтобы определить для пассажира нового физического психологического комфорта, которые до сих пор остаются неизменными. еще про колонны. Ну все. Значит вам задание на следующий урок подготовить дизайнеры Америки рефераты, чтобы у вас были рефераты. Один из Раймонда Лои будет у вас дизайнеров Америки. Значит рефераты у вас будет принимать ваша учительница по практике. Жаля Америма. Жалко, что я не могу услышать ваши вопросы, которые посвящены этой теме. Но вы все сможете найти в интернете, посмотреть. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...